Добрый день! Сегодня поговорим с Натальей Вячеславовной Чечелевой, начальником управления социальной работы с населением администрации города Хабаровска. Наталья Вячеславовна, здравствуйте! Добрый день! Наталья Вячеславовна, первый и основной вопрос. Продолжает ли действовать городская программа? Городская программа социальная поддержка продолжает действовать в 2015 году, а начало ее было в 2014 году. Это новая программа, программа комплексная, и мэр города Александр Николаевич Соколов подписал ее как долгосрочную. То есть она распространяет свое действие до 2020 года. А итоги за прошлый год, допустим, за 2014? Итоги за прошлый год, если сказать об общающихся, все мероприятия программы были выполнены. Я хочу сказать, что она несколько раз корректировалась у нас, финансовое сопровождение в сторону увеличения. И, безусловно, это было связано и с обращениями жителей города, и с главными мероприятиями нашей страны, да и вообще международного сообщества. Это 70-летие победы Великой Отечественной войны, окончание Второй мировой войны. И поэтому исполнение процентное составило 111. Если говорить о денежном выражении, то это 363 миллиона. То есть вот реализация программы в 2014 году, она позволила ответить на обращение положительно администрации города 120 тысячам хабаровчан. То есть 65 тысяч к нам обратились за адресной помощью. И на это было выделено мэром города 116 миллионов рублей. 480 тысяч услуг мы предоставили по, ну где-то бесплатно, где-то по социально низким ценам для социально таких незащищенных категорий. 14 тысяч людей обращились к нам за натуральной поддержкой, они ее получили. И поскольку в программу еще входят такие мероприятия, как работы, которые выполняются структурами администрации города и учреждениями в интересах жителей города, которые заявились во время программы на них, эти работы тоже были выполнены. Но, наверное, такие самые яркие, я хочу назвать, это прежде всего установка водораспорных колонок для 45 домохозяйств частного сектора. Это первое. 47 улиц частного сектора были отремонтированы. Новая мера, которую попросили у нас, всего идет второй год, это снос ветхих деревьев опять-таки в частном секторе для старшего поколения, где проживает. То есть администрация города свои обязательства выполняла. А вот кто имеет право на такую городскую поддержку? Имеют право, во-первых, жители города Хабаровска, это обязательный критерий. Те жители города Хабаровска, которые оказались в сложной жизненной ситуации. И самое главное, чтобы они не имели льгот по тем же основаниям на государственном уровне. То есть сегодня 131-й федеральный закон, он как раз толкует о том, что администрации городов, они могут предоставлять социальную поддержку, но только не пересекаясь с государственными полномочиями. Наталья Вячеславовна, а вот каким образом можно получить такую городскую поддержку? Ну, городскую поддержку можно получить, обратившись в сектора теперь социальной работы с населением. Они находятся во всех комитетах администрации города по управлению районами. У нас их с февраля пять таких комитетов. И это очень удобно. То есть жители Кировского района теперь территориально могут получать помощь, пожалуйста, в своем комитете по управлению районом. Наталья Вячеславовна, за какой помощью чаще всего обращаются жители? Ну, знаете, это, наверное, тоже зависит от категории людей. Вот если мы проанализируем семьи по обращению, они очень много обращаются в администрацию города. И, кстати, на них-то направлено 26 видов поддержки на семью. То это, прежде всего, самое массовое идет ежемесячная помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг по компенсации высоких тарифов, которые собственны котельными. То есть есть еще такие дома в городе Хабаровске. И в основном это жители Красной речки. Несколько таких домов у нас есть. Их, по-моему, два в железнодорожном районе осталось. И шесть в Краснофлотском районе. То есть там очень высокие тарифы, которые идут на жилищно-коммунальные услуги, выше предельно допустимых. Поэтому администрация города и взяла на себя эти расходы, чтобы оказать помощь жителям этих домов. Вот в 2014 году 3,5 тысячи обратилось к нам. И очень большой финансовый ресурс муниципальный был на это направлен. 44 миллиона рублей. То, что касается деток, это, конечно, питание детей в группах продленного дня, в социальных, гостиных. Вот каждый год мы кормим, то есть за счет средств администрации города, более двух тысяч таких детей. Конечно, когда начинается каникулярное время, их же тоже кормить надо, чтобы не бегали мамы с папами на работе, а детки-то остаются. То есть где-то около 400 таких вот ребятишек мы кормим. Многодетные семьи обращаются с такой мерой поддержки, как ремонт квартиры. Вот в 2014 году 155 таких семей к нам обратилось. Я привожу цифры 2014 года, потому что он финансово закончен, и о нем можно уже точно цифры говорить. Если говорить о старшем поколениям, то там, конечно, немножко по-другому. То есть жители старшего поколения лидируют все-таки ремонт электропроводки, то есть на это направлены деньги получают люди. Сейчас введена услуга, если раньше была компенсация на установку учетов прибора холодного, горячего водоснабжения и газа, то сейчас по просьбе ветеранов мы добавили и поверка этих приборов, поскольку она идет платная. Компенсация в зависимости идет от стоимости самой услуги, то есть она идет дифференцированно. Мы смотрим на это. Дальше по старшему поколению, опять-таки те, кто имеет домовладение частное, они получают поддержку, идут зачастую к нам. Но очень нравится людям два мероприятия, которые были включены именно по инициативе администрации города. Это поздравление мэрам города к великой победе всех ветеранов Великой Отечественной войны. Мы туда сейчас дополнили, расширили с 2014 года и участников боевых действий. И уходит не только поздравительная открытка от мэра города, председателя Хабаровской городской думы, но и идет материальная помощь к этому дню. То есть это сто процентов, это вот в прошлом году было около пяти тысяч человек. И очень нравится поздравление долгожителей с юбилеями. Александр Николаевич поздравляет юбиляров 90-95 лет, 100 и старше. И хочу сказать, что цифра долгожителей в городе не так быстро, как нам хотелось бы, но она увеличивается с каждым годом. На сегодняшний день 90 и старше у нас, чтобы не ошибиться, 237 хабаровчан. Причем, а вот количество столетних увеличилось, у нас их теперь 10, а старше 100 лет 6. Вот такие вот меры помощи и поддержки. А вот кроме финансовой помощи, что еще предлагается? Ну, предлагается самый различный спектр услуг, предлагается помощь натуральная, предлагается производство каких-то работ необходимых для хабаровчан. Услуга, которая очень актуальна сегодня и очень востребована, и где очереди в центрах работы с населением и дома ветеранов, это обучение компьютерной грамоте. И много. Ой, у нас очень много. У нас вот, хотя мы создали уже на базе семи учреждений такие классы, и спасибо за это вот Александру Николаевичу, хочу сказать, от старшего поколения, потому что вот он сразу подхватил эту идею по одной простой причине. Что такое старшее поколение? Это люди, которые, да, есть очень активные, которые ходят, но есть какой-то возраст определенный, заболевание, человек не выходит из квартиры. Почему он не может записаться в поликлинике, да? Почему он не может рассчитаться за коммунальные услуги? Почему он не может обратиться в сеть магазинов с Ампери, и чтобы ему доставили продукты на дом? Почему он не может через интернет заказать себе лекарства в ближайшую аптеку? Ведь это все возможно сделать именно через вот этот ресурс. Поэтому очереди у нас, конечно, и каждый год у нас где-то проходит более тысячи человек, которые обучают, и опять-таки экономия, в том числе и ресурс муниципальный, финансовый, конечно, работаем с волонтерами. Сегодня у нас такие молодцы школьники в городе. У нас такие хорошие студенты. Они ведут эти курсы, они ведут эти занятия. И знаете, так интересно смотреть, вот когда, причем они честно, добросовестно, знаете, так скрупулезно обучают. А они же учатся, когда они все успевают? Ой, мы все успеваем. Мы успеваем, мы подстраиваемся по тех ребят, которые учатся по своему временному режиму. А студенты где-то некоторые могут прийти с утра, потому что у кого-то практики, у кого-то учебный процесс бывает разный. То есть, тем не менее, где-то подключаются наши работники, работники учреждений, если свободный класс. Но я хочу сказать, что ведь даже написали ребята целый обучающий курс, у нас есть целые программы, которые надо обучать. Я понимаю, что всем учреждениям это, наверное, маловато, хотя мы охватили 4 района города, и у нас остался только индустриальный район, не обеспеченный этими услугами. Но как раз программа, о которой мы сегодня говорим, она предполагает в 2016 году эти услуги ввести и для жителей индустриального района. Очень хотелось бы, чтобы в финансовом плане здесь вот у нас было все нормально. Значит, помимо этого, услуги продолжают оставаться востребованные, которые предоставляет Центр работы с населением. Это и парикмахерские услуги, которые очень нравятся хабаровчанам. Это и оздоровительные массажи, это и ремонт одежды. И, безусловно, лидером продолжает оставаться, конечно, досуговая услуга. Мы продолжаем петь, мы продолжаем плясать, это, конечно, здорово. И последний вопрос про советы. У нас общественный совет отцов, еще там возникают газеты, информации много проходят. Расскажите о них, чем они занимаются? Ну, вы знаете, вообще в администрации города, вот при мэре города и при администрации города создано 27 общественных советов. Они не зря называются общественными, потому что туда входят действительно представители общественности города, туда входят, на мой взгляд, самые активные неравнодушные жители города Хабаровска, которые не устраивают вот эти ворчания, брюжания, там не так, здесь что-то не так, а которые несут вот свои, наверное, идеи, объединяясь с другими, для того, чтобы решать вопросы вместе с администрацией города Хабаровска. Вот как я говорила по акции «Помоги собраться в школу», мы объединились и все. А на субботники мы не ходим. Почему? Ведь это наш дом, наш общий дом. Вот советы, они для этого и созданы. Вот когда формировались, я могу сказать, причем советы по разным направлениям идут, и по образованию, и по культуре, и по физической культуре, и спорта, и по молодежной политике. И вот наше управление ведет три таких общественных совета. Мы в 2011 году создали общественный совет по делам инвалидов. Он нам был необходим по одной простой причине, потому что начинались создаваться и приниматься программы на государственном уровне «Доступная среда». Безусловно, люди, общественные организации, которые занимаются этими вопросами, или люди, которые имеют деток инвалидов, сами инвалиды, они гораздо лучше согласитесь, знают об этих проблемах. Поэтому мы и создали этот совет. И к нам пришли настолько деятельные люди. Его возглавила Вера Николаевна Перевезева. Она у нас руководитель коалиции родителей, имеющих деток инвалидов. Оттуда входит 16 общественных организаций. И кроме этого, она еще возглавляет одну общественную организацию «Редонс», то есть деток слабослышащих. Вы знаете, мы за это время, вот когда мы говорим, да, вот есть город, есть жилье, есть дороги, есть услуги, есть магазины, есть поликлиники, они доступны сегодня для всех? Или только для здоровой части населения города? Только для здоровой. Только для здоровой. И поэтому мы смотрели вместе с ними, и к этому я хочу сказать, что подключились очень многие, вот структурное подразделение администрации города к этим общественным организациям. Мы с ними формировали программу «Доступная среда». Мы очень боялись, чтобы ничего там не выпустить с этой программы, чтобы все учесть, потому что на несколько лет, на пять лет мы ее принимали. Мы разработали вместе с ними, мы ее обсудили с хабаровчанами, мы ее приняли, мы начали ее реализацию. И Александр Николаевич, для того, чтобы поставить более четкие задачи, подтолкнуть, притянуть еще больше хабаровчан, он провел коллегию свою по вопросам как раз создания доступной среды в городе Хабаровске. Один из вопросов, который он мне задал, насколько мы отстали по созданию. Я, конечно, стала говорить о федеральных законах, они говорят, что мы отстали на 157 лет. Действительно, то есть вот практически многие очень вещи начинаются, приходится создавать вот с нуля, буквально. И в этом нам помогают только общественные советы, общественные организации. Вот сейчас мы обросли очень хорошие не только теперь советы, которые при мэрии города созданы, но они притянули, и мы вместе с ними еще общественные организации, которые работаем по этой проблеме. Нам очень хочется, чтобы через какие-то годы наш город стал не только самым благоустроенным, самым лучшим по финансам, самым добрым городом и так далее. Это можно продолжать, ну и доступным городом для всех жителей. А если есть неравнодушные жители, которые хотят попасть в эти советы, чтобы помогать? Ой, да мы только этого и ждем. Мы только этого и ждем. В нашем управлении, вот мы находимся на Ленинградской 45, сейчас нам создали такие специально комфортные условия, Александр Николаевич, у нас есть и свой зал, и свои площади, где мы можем собираться, мы это и делаем, где мы обсуждаем все проблемы с жителями. Пожалуйста, пусть приходят. Мы их с радостью всех примем. Вот у нас же общественность, когда мы создали этот совет, через несколько лет, буквально через два года, мы создали совет по проблемам семьи и женщин. И нас подтолкнула к этому и общественная, женская общественность города, та же Альбина Михайловна Коровина, которая возглавляет союз женщин уже столько лет, она является основателем этого союза. Мы стали с ними работать, появилась концепция городской семейной политики в городе. То есть теперь, чтобы не каждый бегал и делал, что попало, чтобы она действительно была концепция, когда объединяла все ресурсы, и административные, и общественные ресурсы. А из этого, когда мы начали работать, опять-таки, получилось, кто у нас в основном на активе? Ну, женщины. Ну и хорошо, что вот та же Альбина Михайловна говорит, мужчин не хватает, давайте создадим совет отцов. Создали совет отцов, который теперь знают не только в городе Хабаровске, хотя он самый последний, мы создались с ними в 2014 году, начали функционировать. Вот, но нам же звонит Россия, нам звонит зарубежье, после двух таких ярких акций, которые они провели к Великой Победе, к 70-летию на площади Ленина, а потом по окончанию Второй мировой войны. Нам же некоторые страны предлагают совместные акции проводить. Это я уже тайно выдаю хабаровчанам. Мы пока к этому не готовы, к сожалению. Но будем думать. Наталья Вячеславовна, я благодарю вас за это замечательное интервью. Я надеюсь, что жителям города поможет эта информация. Спасибо большое. А мы их так ждем, мы хотим с ними сотрудничать. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok